Дорогие друзья, нам пришел большой вопрос, который заслуживает полугода изучения догматического богословия, поэтому постараюсь кратко на него ответить, постараться обозначить хотя бы основные моменты. Артемий спрашивает, почему Иисус Христос считается Богом в православии, как Бог может есть пищу, если Иисус был Сыном Божиим и так далее. Это большой такой момент, развернутый вопрос. Давайте попробуем ответить на эти вопросы очень кратко. Православные люди верят в Святую Троицу, Отца, Сына и Святого Духа. И мы верим в то, что это не три отдельных Бога, это один Бог, но который есть в трех лицах. И мы верим, что Бог настолько возлюбил людей, что посылает единородного своего Сына Господа Христа ради спасения всего человечества. И Господь приходит в мир и становится истинным Богом, истинным человеком. Как говорил один мой знакомый священник, во Христе есть 100% божества и 100% человечества. Это невозможно нашему сознанию понять, невозможно вложить какие-то наши рациональные рамки, но это так. Господь приходит, становится истинным Богом, истинным человеком, и как человек он страдает, как человек он кушает, как человек он устает, и как человек он даже молится в саду, есть такое моление о чаше, когда он говорит, Господи, если это возможно, эта чаша пусть меня минует. Но главное, чтобы была воля твоя. И вот так вот совершается невозможное, то есть нонсенс, который невозможен для нашего сознания, нашего понимания, что божественная любовь превосходит все. Божественная любовь, она дает самого себя для того, чтобы человек смог снова войти в Царствие Небесное. Как говорили свои отцы, Бог стал человеком для того, чтобы человек смог стать Богом. Это тайна, это загадка, это необъяснимо. И как же нам быть, как же нам понять, вот мне, вам, еще кому-то, нашим зрителям, как это попытаться понять. Вы знаете, наверное, самое важное попросить Бога, да просто даже своими словами, таким открытым сердцем сказать, Господи, мне интересно, я вот убежден в том, что если вы вопрос написали, то вам это интересно, что это не просто вопрос, чтобы такого батюшку спросить, чтобы он там не мог ответить, а это то, что вас интересует. И если вам интересно, попросите Бога своими словами, Господи, дай мне понять это, дай мне понять Тебя. И параллельно с этим, то есть не просто ожидайте откровения с неба, а параллельно с этим откройте Евангелие, откройте Новый Завет, откройте толкование, откройте катехизис, откройте простые церковные книги, какой-нибудь хороший онлайн-курс, посмотрите о православии, и тогда это потихонечку будет открываться вам. Поэтому, дорогой Артемий, я желаю вам в этом деле опознание Бога, помощи Божией. Я очень надеюсь, что этот интерес вас привел к нам, вы эти вопросы задаете, и Господь потихонечку будет вам их открывать.